Девочки, всем привет огромный! Вдруг у меня сегодня получается записать третье видео, и этот обзор будет на видео Эдика Адамяна. Не народ, это что-то с чем-то. Я не знаю вообще, какие слова подобрать к этой упоротой семейке. Слушаю, смотрю, бросает всю работу Пэдя, лестницей же занимается, холода впереди, дожди, да, он хочет сделать эти работы, говорит, это самое главное сейчас. Нет, не делает ничего. Знаете почему? В Гульнадске надо отвезти воду без газа, больше ей ничего не надо. Что вы вообще говорите? О чем это идет речь? Это как вообще может быть? Если тебе ничего не надо, ты какого фига дергаешь своего мужа, пусть делом занимается, но не так ли, ребята? Если это сегодня самое главное на повестке дня у вас. Работа грязная, работа серьезная, ребята. Воду без газа. Главное, больше ничего не надо. Ты что, не можешь сама выйти на улицу, купить где-то в палатке, в киоске, в каком-то, я не знаю, бутылку воды себе без газа? Если бы что-то там еще надо было срочно, там какая-то одежда, какие-то вещи, но я не знаю, чего-то там поесть. Окей, нет вопросов. Воду без газа. Вы видели, в чем Эдик поехал в город? Вот эти лапти в пылюте просто, рисовать можно было по ним. Спортивные штаны страшнейшие, ребята, грязные. Какие-то обдрыстанные. Пойдя, ты мог хотя бы джинсы нарядить? Я не знаю. Ну, дома, понятно, у тебя там стройки, ремонты, хозяйство эти, петухи бегают, ты крылья им обрезаешь. Окей, хорошо, село, проехали. Ты едешь в город, больница, на тебя люди смотрят. Какой придурок носит до спортивных, грязных, ребята, запоминаем. Штаны, макасины. На два размера больше, девочки. Як маленького мука вот так носки задрало, потому что эти макасы-то большие. Я даже не знаю, как их назвать. Какие-то макасины, это какие-то упоротые лапти. Модные были 28 лет назад. Давно, говорит, Педичка покупал. И, как всегда, голодные, девочки, голодные. Миленка на хозяйстве, я так понимаю, Элина ничего не готовит, не делает, хотя тоже взрослая девочка. Ну, а Милена, ребята, а куда девать информацию? Вот она, они же показывают, а мы наблюдательные. Шов Мия готовить Милена. Варить картошку и варить вермишель. Ну, спагетти. Всё, на этом всё. В этой салатнице, я вообще, честно, это, наверное, вот в каждой семье свои какие-то, да, заманухи такие. Почему, у меня вопрос всегда в голове, почему они едят со стеклянных салатниц? Неужели нет тарелки? Вообще, люди знают, что есть тарелка для первых блюд, есть тарелка для вторых блюд, есть десертная тарелка, есть пирожковая тарелка, есть тарелка под тарельник. Это вообще кому-то известно. Это, девочки, не надо. Я знаю, вы сейчас мне напишите. Ой, Анжела, ты уже прям перегибаешь палку, они там в селе по-домашнему, какая разница, ты придираешься. Да нет, это элементарно. Гульнас постоянно покупает эту посуду. Сколько раз она покупала эти тарелки? Скажите мне. Вы все видели чашки-тарелки? Тарелки, чашки, розеточки, пиалочки? Хренову тучу. Почему нельзя нормально есть? Извечный вопрос в моей голове, когда я вижу, что пэдис и дэджре, салатница стеклянная. Какие-то неандертальцы, ребята, серьезно. Вот та плошка большая, с которой он ел картошку, я представляю ее, ну, салатик, огурчик, помидорчик, перчик, лучок, порезала, чуть-чуть посолила, подсолнечным маслом сбрызнула. Оливковым. Я уже молчу про оливковое. Зелени какой-то туда нарубить. Пять минут салат. Нет, девочки, я не понимаю. Я не понимаю. Люди, люди, человеки, что происходит вообще? Вчера Милена варила картошку. Ели сухую с пластмассовой сосиской. Сегодня Милена эту вчерашнюю картошку разжарила, подогрела. И Педя ест ее из салатницы уже вообще безо всего. Про обыкновенный, свежий, зеленый, полезный салат никто даже не вспоминает, учитывая то, что в прихожей, в этой же летней кухне на полу валяются перчики, помидорчики. Вы что, не можете даже такие захудалые помыть, выбрать красненьких, несколько штук нарезать с луком отцу, потому что огурцу я там не видела, окей, и сделать салат к этой сухой картошке. Ребят, напишите мне. Ну, я что, идиотка? Вы так же едите? Вы когда-нибудь так ели? Он радуется, Педя, обычной вареной вчерашней сухой картошке. И больше ничего нет. Ни одного помидорчика. Як воно ему в горлянку, Лиза? Як це проковтнуть можно? Ну, підпихни ее хоть чим-нибудь. Якимсь помидором. Ёлки ж твою зеленые. Боже, убогие. Катастрофа они, люди. Ну, просто катастрофа. Хвастается лестницей. Сам же строю никогда не делал. Какой-то там армянский мужик к нему заехал. Девочки, не пишите мне даже, как его зовут. Мне по барабану. Я в них не разбираюсь. Якесь там 25-й родственник, сёма вода на кисели. Хорошо. Пэдя показывает своё творение. А я говорила. Ой, мой сын так не любит. Это предложение, девочки. Мама, никогда мне не говори эту фразу. Я её терпеть не могу. А потому что так всегда получается. Мне Артур говорит. Мам, ну почему так всегда получается, что ты говоришь? Я спорю, а потом ты права. И он всегда, девчонки, потом приходит и говорит. Ну, давай, я слухаю. Давай. А я что би казала. Ребята, вот так и к Пэдику. Вот, ну, б комменты открытий, да. Зрители бы написали тысячу раз. Снежинска гавкала. Голос срывала просто до хрипоты. Пэдя, шо ты робишь с цей лестницей? Пэдя, це страхи тебя господня. Никто так не делает. Так нельзя, Пэдя, у тебя ни черта не сойдётся, не получится. Потому что надо нанять специалиста, заплатить ему денюжку. Там не так дорого. Пусть рассчитает тебе, учитывая шаг ступеньки, высоту ступеньки. Хотя я до сих пор считаю, что высота, вот ту, что он нам показывает, очень большая. А ширина ступеньки у него маленькая. Это неудобно. Сама ступень должна быть шире и ниже. Вот это я знаю точно. Потому что я хожу по своим ступенькам, а у меня их там, сколько, девочки? Два пролёта огроменных, вы все видели. И я понимаю, что, о, да, Димочка, привет тебе, дорогой мой прораб, который всё это делал и занимался ремонтом в моей квартире. И террасу строил, и все ступени всё делал. Золотой ты мой человек. Дима, скоро будем рубить ремонт и дальше продолжать. Так что, привет, жене. Я тебя всегда вспоминаю. Не злым, тыхим словом. Не, по-доброму, всё, спасибо. Работа твоя, Дима, отличная. Знаю, что смотрят. Поэтому упоминаю профессионального человека. Мы на этих ступенях, ребята, зубы съели. Там, правда, есть формулы. Человек должен быть грамотным, опытным и сведущим. Петя думал, что просто так, да? Дырку вырезали. Сейчас он по наскладает этих бетонированных кирпичиков, и всё сойдётся. А хрен ты в года. Все поняли, девочки? Я сомневаюсь, конечно, что вы поняли, что у него получилось. Ни черта у него не получается. У него ступени уходят дальше. Дырка уже здесь заканчивается, а ступени уходят дальше. Вы поняли, что выходит? Поэтому ему сейчас придётся эту дырку в зале удлинять. И вот там в зале, там вообще комнаты не будет. Там будет на полкомнаты одна дырка. Ужас. Это ужас, а не бэдик. Я не знаю, как с таким мужиком разговаривать, как ему объяснять. И ещё я говорила, почему не сделать деревянную лестницу? Ну почему? Да, это дорого. В доме у тебя, внутри. Да, это дорого. Я не смотрела его видео, но читала у себя в комментариях, когда девочки, вы мне писали, что Анжелика, наверное, девчонки педикулеза смотрят твои обзоры, потому что начали папке советовать из дерева сделать лестницу. И вот он к ним, к своим детям прислушался. Это отличное решение. Но ты уже настроил халабут вот этих вот. Вот этот ужас страхитловый. Сколько материала захерячил он туда, ребята. Ездил, покупал, привозил, таскал. Это тяжело. Ему надо было с улицы это всё перенести. Сейчас он займёт пол помещения. И вот это уродское строение будет нависать над головой. И теперь этот армянский мужик ему ещё советует вот это вот всё бетонированное, конструкцию эту, обшить деревом. И он говорит, да, буду обшивать. Я в шоке. А что нельзя было сразу сделать? Просто ступени из дерева на балках деревянных и поручить с одной стороны. Это было бы, ну, я не знаю, раз в 25 дешевле. Да, дорого, но дешевле. Он же проделывает двойную работу, девочки. Это ужас. Я смотрю на него, я не перестаю удивляться. Ну, и под конец, ребята, Милена решила приготовить спагетти. Да, вы, шо? О, це блюдо. Картошка, спагетти. На завтра вермишель, потом опять картошка. А ещё, ребята, взрослые девчонки не умеют включать стиральную машину. Сколько лет стукнула Милена? Шестнадцать? Элинке четырнадцать? Двадцать второй год? Двадцать первый век на дворе. Звонят гульнаске про режимы узнать. Потому что они ж никогда в жизни этим не занимались. Ни один. Ни Элина, ни Милена, ни Пэдичка. На табло там высвечивается шо-то. Ой, так долго стирает. Оно и стирает долго. Оно и должно стирать долго. Боже, позоришь. В шестнадцать лет не уметь включить стиралку, две кнопочки нажать. Алло, вы там дикие все или что? Не, ребята. А вот это то, о чём я не первый год говорю. У кого эти дети научатся? Ну, скажите мне, у кого? Дети всегда учатся на примере своих родителей. У папы и у мамы. Вы видели эту записку? Это в прошлых видео. Гулька написала три слова. Что ей привести? Там были трубочки, кефир. Что-то ещё, не помню. Вы видели, как она написала? Дети в первом классе сейчас так не пишут. Корявые какие-то буквы. Почерка абсолютно нет. Да, вот как у женщины. У всех женщин красивый почерк. Может быть любой наклон, разные буковки, но есть такое понятие, как почерк. Вы видели, как она написала этих три слова? Это же ужас один. Теперь мне понятно. Если человек писать не умеет в наше время, то извините меня, как дети будут знать про правильное обращение со стиральной машинкой? Как вообще этих детей отпускать во взрослую жизнь? Вот почему они ничего не умеют, не знают. Чтоб в 16 лет они сварить суп у батькови, або борща? Чтоб в 16 лет не зробить жаркое просто, горшочки у гульки стоят пиляться. Что его там делать, девочки? Не злепить вареника быстро, або пельмени домашнего батькови покормить. И с сметанкой. Салатика не нарубать. Котлетку не злепить, быстренько на сковородочку кинула, в кастрюлю зложила, добавила сметанки, перчик, лавровый листочек, закрыла кришечкой, протушила 15-20 минут, от тоби котлеточки. Чтоб драники не натерти на терочки, быстренько батькови зробить. Це надо багато розуму для цього. Спагетти. Аж картошку навчилась в 16-го твори. Ну, браво. Буду ждать ваши коменты по этому поводу. Я наржалась этих продвинутых современных. Капец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...